Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сид Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Когда Билл Джонсон стоял перед группой людей, я видел, как происходит множество чудес. Билл сказал мне, что прямо сейчас готов поделиться величайшим откровением о чудесах, которое было ему дано. вы сможете исполнить свою судьбу. Вот как звучит его заявление. Обещаю, если вы примете его, это станет самым важным откровением для Божьих обетований в вашей жизни. Вы должны быть к этому готовы. Скажите, а вы действительно готовы для этих благословений? На самом деле, это очень простое откровение. Я могу передать его двумя словами, но это не вопрос интеллекта, ни в коем случае. Это сверхъестественное откровение. Если вы примете его только вашей головой, хорошо, но недостаточно, чтобы активировать обетование Бога и исполнить свою судьбу. Билл, мы уже замерли в напряжении, так что же это за откровение? Бог благ. Вы слышали об этом раньше? Бог благ. Почему для вас это стало таким важным откровением? Два десятилетия вы двигались в чудесах. Чудеса, которые у вас происходили, были феноменальными. По меркам Библии это нормально, но по меркам большинства людей, которые живут на этой планете, это феноменально. То, что вы знаете о Боге, вас меняет. Это поделяет вашу цель, вашу судьбу. Это формирует ваш образ жизни, ваш образ мыслей. Все зависит от вашего взгляда на жизнь. То, как вы смотрите на Бога, меняет весь ваш взгляд на жизнь на земле, на Божие предназначения для вашей жизни. Когда мы видим, что Он благ, все откровения приходят как приглашения к личной встрече с Ним. Они не для того, чтобы мы стали умнее. Это приглашение к личной встрече с Богом. Написано так. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вкусить — это опыт. Увидеть — это восприятие. Вы ясно увидите, что вы можете пережить. Бог приглашает вас вкусить и увидеть Его благость на совершенно новом уровне. Это сильное заявление. Вы называете Его краеугольным камнем всей теологии. Объясните, почему вы так говорите? Так и есть. Все исходит от благости Бога. Он во всем. Он благ, Он свят, Он есть любовь. Я считаю, что благость Бога — это корень, от которого растет все остальное. Раньше, когда что-то происходило, у меня рождалось много вопросов, а теперь их нет. Это откровение утвердилось в моем сердце. Я вижу, что все определяется благостью Бога. Обстоятельства не влияют на Его благость. Это вселяет покой в мое сердце, и я могу доверять Ему в любой ситуации. Враг хочет, чтобы я всегда смотрел на себя и оценивал свои действия. Это большая ловушка, особенно для тех, у кого большой голод по Богу, кто хочет жить как Иисус и быть как Иисус. Когда я смотрю на себя, я смотрю не туда, где моя вера будет расти. Я смотрю туда, где она будет уменьшаться, потому что так я больше надеюсь на себя, чем на Бога. Суть не в том, что жизненные вопросы, которые он решает, не важны. Важны. Однако он разбирается с вопросами, а не с нами. Он решает вопросы, а мы, глядя на него, входим в покой. Вера рождается именно в покое, а не в борьбе. Это не результат трудов, это результат смирения. С таким подходом к отношениям с Богом вера намного более нормальна и естественна. Чуть раньше вы сказали так. Бог благ, и мое сердце на месте. Но очень многих людей часто мучают сомнения. Как нам попасть туда же, где и вы, и почему так важно туда попасть? Мы стараемся, но у нас почему-то ничего не получается. Это жизненно важно, потому что это меняет вас. Ваш взгляд на жизнь. Если я не так пойму природу Бога, я не так проживу жизнь. Вот что важно. Неверный диагноз ведет к неверному лечению. А вы всегда будете пытаться ответить людям на вопросы, решать проблемы, к которым у Бога совсем другой подход. Мы стали людьми, которые работают очень тяжело, но неэффективно, потому что все исходит из благости Бога. Жизненно важно увидеть это, потому что так изменится наш взгляд даже на то, чего мы не понимаем. Например, на потери. У нас будут другие вопросы. Сегодня вопросов у меня больше, чем когда-либо. Дело не в том, что я умнею, получая ответы. Самый главный из ответов — Бог благ на 100%. И Он — Совершенный Отец. Иисус пришел показать Его как Отца. Величайшее откровение, которое принес нам Иисус, так и сокрыто от нас. В Евангелии от Иоанна постоянно говорится, что Бог — наш Отец. Отец — Совершенный. Если это утвердится во мне, то я могу не получать ответов на свои трудности, но при этом я знаю, что прихожу к благому Богу, который уже все устроил так, как надо. А знаете, Билл, если бы вы знали все ответы, вы были бы Богом. Вы обнаружили, что мы многого не понимаем. Поэтому мы люди... Слово «доверие», кстати, это очень важное слово. Вы были в Бразилии, и вам поступил звонок, нежеланный ни для одного сына. Идут собрания, чудеса творятся вокруг. И тут этот звонок, о чем вам сообщили. У моего отца должна была пройти небольшая операция. Сделали разрез, врачи обнаружили у него панкреатический рак, один из самых страшных видов. В тот момент со мной рядом был мой очень дорогой друг Рэнди Кларк. У вас шли два собрания с большими чудесами, и вдруг звонит отец с безвыходной ситуацией. Какая мысль мелькнула у вас первой, когда он сообщил вам об этом? Время для чуда. Время для чуда. Рэнди отпустил меня, а я немедленно полетел домой. Следующие несколько месяцев я провел в служении отцу, молясь за него, и даже вдали от него я все время молился, вызывая о прорыве и о чуде для него. Но чудо не случилось. Нет. Ваш отец умер. И какой вывод вы сделали после этого? Я не спрашивал Бога, почему так вышло. Я знал, что болезнь вызвал не он. Я знаю, что он велик настолько, чтобы использоваться любую проблему и обернуться любую ситуацию для своей славы. Ситуация сложилась как надо, потому что мой отец — сильный человек Божий. Он верующий. Пойти к Господу или остаться и помогать нам на земле — любая ситуация выигрышная. И я успокоился. А как насчет откровения «Бог благ»? Вы приняли это, когда ваш отец умер? Конечно. В тот момент Господь не говорил со мной об этом. Вероятно, в результате этой потери я должен был узнать о благости Бога больше, чем за все предыдущие годы. Бог показывал свою благость и раньше, но ярче всего я понял это после смерти отца. Когда он умер, мы все собрались вокруг его постели, вся семья была в сборе. 20 или 30 человек окружили постель отца и стали благодарить Бога. Мы стали воздавать ему честь за его благость. Мы хвалили его, потому что он исцеляет больных, воскрешает мертвых, творит чудеса. Мы просто возносили хвалу. Я знаю, что на небесах уже не смогу принести Богу жертву во время потери, боли или смятения. На небесах таких ситуаций не будет. Единственный шанс принести такую жертву — сейчас. Поэтому наша семья воспользовалась моментом. Мы всей семьей заключили завет ходить в помазание отца. Это в основном поклонение. А потом вместе принесли Богу жертву хвалы за его благость. Это что-то раскрыло внутри меня. Скажу, что это совершило бы со мной. Я бы стал преследовать рак, болезни сердца, диабет, желая отмщения за своего близкого. Точно. Ваша реакция на боль или потерю, вы либо убегаете от нее, либо преследуете ее. Давид подбирал камни и бегал за Голиафом. Рак стал Голиафом для наших церквей. Мы должны брать камни и преследовать проблему, а не избегать ее. Я согласен. Вы заметили рост числа чудес? Да, это случилось не сразу же, а спустя пару недель. Я верю, что есть важное время для траура. Неправильный траур приводит к неверию. Правильный траур ведет к утешению и исцелению. Мы так и сделали. Мы взяли время на траур, пока не ощутили, что в сердца пришел мир, и затем начали преследование. Да, эти чудеса были. Вы сказали, что ваш пример Иисус. Что вы узнали у своего примера об исцелении? Я не имею в виду случай с отцом, что Иисус показал вам как пример в исцелении. В общем-то, Он исцелял всех, кто приходил к Нему, и всех, кого направлял к Нему Отец. Он не исцелял каждого больного. Мы знаем, что Он исцелил одного человека у купальни Вефезда, хотя людей там было много. К сожалению, наша теология сегодня больше строится на базе того, что не произошло, вместо того, что совершил Бог. Иисус исцелял всех, кто приходил к Нему, и всех, кому направлял Его Отец. Вы опустите планку стандарта после случая с отцом? Я не могу. Я могу плохо выполнять свое предназначение, но изменить его ради своей прихоти не могу. Я должен принять то предназначение, которое дал мне Бог, и стандарт, который утвердил Иисус. Мне нужно это принять. Я не могу опускать планку Писания до уровня своего опыта. Я поднимаю ее. Я дам Биллу возможность помолиться, чтобы компенсировать случай с его отцом. Думаю, вам это интересно. Мы скоро к вам вернемся. Не уходите. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. Я смотрела вашу передачу с Питером Гамманом, и когда вы сказали «Боль, уходи», у меня в спине что-то щелкнуло. С тех пор у меня не было проблем с поясницей. Я впервые получила исцеление без возложения рук. Это укрепило мою веру в Божьи сверхъестественные проявления. Когда я смотрел вашу передачу, я повторил за Тони Кэмпом слова молитвы, и случилось чудо. Я всю жизнь боролся с алкоголем и похотью, а тут словно гора свалилась с моих плеч. И проклятие алкоголя и похоти оставило меня вместе с виной за грех. Впервые в жизни я почувствовал облегчение и свободу. С тех пор я потерял тягу к алкоголю, и у меня не возник абстинентный синдром. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Когда я смотрела вашу программу, я исцелилась от подергивания века глаза, которое продолжалось шесть месяцев и очень мешало мне читать. Слава Иисусу, что я исцелилась. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Билл, ваше откровение звучит так. Бог благ. А вы сказали, что Бог добрее, чем мы об этом думаем. Что вы имели в виду? Невозможно преувеличить благость Бога. Никак. Если бы я мог осознать Его благость, я бы сам стал Богом. Он намного больше того, что мы можем себе представить. Нужно пережить Его благость и привести в порядок свое сознание. Покаяние означает именно это, изменение образа своих мыслей. Это раскаяние о грехе должно повлиять на мое восприятие реальности. Именно этого ищет Бог. Случается так, что вы не можете помешать дьяволу сеять злые мысли. Он сеет в вашей голове негативную мысль о Боге. Что происходит внутри вас после этого? Замените эту мысль истиной. Честно говоря, я не придаю им значения. Не хочу льстить врагу мыслями, что ему что-то удалось. Я стараюсь не обращать на него внимания и питаться истиной. Я могу провозгласить что-то как истину, местописание, которое противоречит его словам. Могу пророчествовать. Часто я просто начинаю петь песню хвалы, спонтанную песню Господу, именно о той сфере, которую враг подверг сомнениям. Если в какой-то сфере у меня нехватка, я хвалю Бога за его изобилие. Я просто выступаю против врага с истиной. Истины приносят жизнь. Почему о благости Бога столько споров на этой земле? Потому что это ключ к урожаю последнего времени. Если враг подпортит наш взгляд на Бога, он навредит и нашей способности отражать Бога как совершенного Отца. Можете доказать, что в Писании это связано с возрождением? Конечно. Люди будут благоговеть перед Господом и благости Его в последние дни. Мне нравится. А вам? Мой любимый псалом в этой сфере, 66-й. Сказано, что все народы придут ко Христу. Так будет благодаря тому, что на Божьем народе будет являться Его благость. Я думаю, дьявол пытается украсть у нас нашу судьбу, оспаривая благость Бога. Он постоянно это делает. Сомнения в Его благости ведут к сомнениям в Его обетованиях. Сомневаясь в обетованиях, мы разрушаем свою судьбу. Значит, нужно понять, что Бог благ. Так подлинная вера не отрицает существование проблемы. Она отрицает право проблемы влиять на нас. Это не отрицание, не староусиное игнорирование трудностей. Это взгляд на трудности глазами надежды, глазами намерений нашего совершенного Отца. Вкусите Его благость, и вы увидите, что она на 100% постоянно. Тогда вся ваша жизнь будет определяться Его благостью. Вы говорили, что Иисус — ваш пример. Иисус и мой пример — это безусловно. Иисус — это и ваш, ваш пример. Я слышу, что есть люди с проблемами в шее и спине, но знайте, костоправы будут вам завидовать. Вы будете исцелены прямо сейчас во имя Иисуса. Билл, вы помолитесь? Да, конечно. Я чувствую, что у кого-то артрит, особенно в шее. Идет сильная деформация, боль отдает в голову. Господь несет исцеление. Я верю, что Он творит созидающее чудо и восстанавливает поврежденные шеви и позвонки от самого черепа до низа спины. Господь также исцеляет глухоту, и особенно человека, у которого глухо правое ухо. Мы видели, как Господь исцеляет людей с поврежденным слуховым нервом, когда не было ни одного шанса вернуть слух. Я чувствую, что сегодня Господь восстановит слух. Мы говорили о панкретическом раке. Свидетельство Иисуса — это дух пророчества. Когда вы говорите о чуде, которое сделал Бог, Он пророчествует нам, что Он рядом и снова готов творить чудеса. Я чувствую. Раз сегодня вы вспомнили об этом, значит, Бог желает освободить людей от панкреатического рака полностью, на 100%, навсегда. Я провозглашаю освобождение от духа немощи тела прямо сейчас, во имя Иисуса. Есть человек с серьезным заболеванием почек, особенно правый, постоянная боль и какая-то инфекция, но я думаю, с этой почкой более серьезная проблема. Я верю, что Господь восстанавливает эти почки. Он творит созидающие чудеса. Он творит все новое, и это рождается прямо из Его сердца, из Его благости. Я провозглашаю это во имя Иисуса. Я верю, что Бог исцеляет неспособность к обучению, дислексию и другие особенности развития мозга. Есть человек с какой-то инфекцией и болезнью кровеносных сосудов. Я забыл, как она называется, простите меня. Это как-то связано с мозгом. Мы постоянно видим, как Иисус исцеляет, и я верю, что Он делает это прямо сейчас. Он провозглашает исцеление дислексии, неспособности к обучению, травм мозга. Есть люди, которые потеряли чувствительность конечностей из-за удара по голове. Кто-то потерял способность концентрироваться, ясно думать, изучать науки. Все это пропало из вашей жизни из-за травмы головы. Иисус восстанавливает эту часть вашего мозга. Цель врага в том, чтобы травма постоянно вас огорчала. Мы разрушаем эту цель. Во имя Иисуса я приказываю травмам уйти. Иисус восстанавливает то, что было утрачено. Он Бог, который восстанавливает. Он не только возвращает все в исходное состояние, Он делает все лучше, чем было. Я провозглашаю слово исцеление. Я верю, что Господь исцеляет серьезные пищевые аллергии. Мы видели людей, чей ребенок не мог есть пшеницу и пить молоко. После собрания они сразу же съели пиццу, убедившись, что Господь полностью исцелил ребенка. Я чувствую, что сейчас Господь исцеляет проблемы пищеварительной системы. Господь говорит, что пища была создана, чтобы мы радовались ей и благодарили Бога. Когда мы лишены возможности есть то, чем Бог нас обеспечивает, это работа врага, не Бога. Кто-то говорит, это жизнь, но это не жизнь. Это смерть. Это не часть Божьей судьбы для вас. Я верю, что Господь высвобождает исцеление толстой кишки, всего кишечника, калитой и болезни крона. Мы видим, как эти болезни уходят от людей. Мы еще раз провозглашаем во имя Иисуса, что Он тот, кто исцеляет и освобождает людей от болезни крона, калита, всех заболеваний кишечника и пищеварительной системы. Мы провозглашаем это во имя Иисуса. Есть человек с инфекцией за правым глазным яблоком. Господь восстанавливает ваше зрение. Я верю, что в этом случае зрение будет восстанавливаться постепенно. Как только заметите прогресс, благодарите Бога. Не ждите полного проявления чуда. То, за что мы благодарим, умножается. Хлебы и рыба умножились после того, как Иисус поблагодарил за них Бога. Благодарите Бога, потому что в такой атмосфере в Царстве происходит умножение. Мы с Биллом на 100% согласны довериться Богу прямо сейчас. Скажите со мной, Бог благ! Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Мой муж никогда не говорил на языках. Я подумала, что личный обучающий набор поможет нам обоим. Поэтому я спросила, не возражает ли он, если мы посмотрим этот DVD-диск за ужином. Он согласился. Наш 40-летний сын в последнее время вел себя неуважительно, обижался и не прощал. Он делал домашние задания в своей комнате, пока мы с мужем смотрели диск. Потом мы с мужем начали говорить на языках. Услышав нас, сын сначала подумал, что это глупо и непонятно. Потом он услышал мой смех и подумал, мне тоже это нужно, и я это получу. Перед сном он извинился за свое поведение и теперь тоже смотрит диск вместе с нами. Благословенно имя Бога. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Представьте себе такую картину. Вы в пустыне, и вдруг встречаете раввина. Этот учитель не только отвечает на ваши вопросы, но и рассказывает о невидимом мире, то, о чем вы никогда и не задумывались. Сегодня здесь именно такой раввин и учитель. Он с нами. Скажите мне, вам интересно получить ответы на ваши вопросы? Лично мне очень интересно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok